Казахстанским семьям, которые вернулись на родину и Сирии, помогли трудоустроиться. Только в Алматы пять женщин получили постоянную работу и полностью отказались от радикальных убеждений. Еще восемь мам находятся под пристальным вниманием теологов и психологов. Они вместе с детьми несколько лет жили в зоне разгула террора. Вызволить пленниц войны помогла спецоперация ЖУСАН. Ксения Поленица. О тех, кому достался счастливый билет. Маляке 23 года. Пять из них она прожила в террористическом плену. В Сирию ее привез собственный муж. Вспоминает, после брака он предложил переехать в Турцию. Девушка согласилась. Но вместо обещанной красивой жизни оказалась в городе Рака. Признается, такого обмана и предательства не ожидала. Жить в условиях войны было невыносимо. Через три месяца мне сообщили, что мужа убили. Я осталась одна, было очень тяжело. Я хотела вернуться, но не было возможности. Уже в Сирии я второй раз вышла замуж, родила двоих детей. Мы жили плохо. Последнее время ели траву. Семья больше не голодает. Вырваться из террористического плена девушке помогла спецоперация ЖУСАН. Маляка вместе с детьми и вторым мужем вернулась в Казахстан. Супруг сразу оказался под следствием. Позже его осудили за терроризм на 11 лет. Уже на родине пленницы войны помогли с работой, жильем и устройством детей в сад. Сейчас Маляка строит планы на будущее. Я хочу получить образование, стать медиком. Буду помогать людям. Хочу жить в счастливой семье с мужем и детьми. Учатся жить счастливо еще 12 алматинок. Их мужья тоже состояли в запрещенной на территории Казахстана группировке «Исламское государство». Приверженцев радикальных взглядов вернули и осудили. А с их женами и детьми работают специалисты. Причем вполне успешно. Женщины уже принимают участие в социальных проектах. Один из последних – челлендж «Абай-175» к юбилею великого поэта. На постоянной основе с ними проводятся беседы с участием теологов, психологов. По разубеждению, по профилактике беседы проводятся. На настоящий момент двое женщин полностью реабилитированы от радикальной идеологии. Пять женщин адаптированы к ценностям казахстанского общества. И в дальнейшем работы проводятся. Спецоперация «Жусан» проходила в четыре этапа. За это время из опасной зоны вывезли 595 казахстанцев. В основном – это дети. Ксения Пыльница, Ержан Еркенбеков, КТК, Алматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова